Продолжение следует... Украины. Конечно, эти события, когда Россия роняет или бомбит свои города, это такое необычное явление, поэтому кому-то заявить, что это бомбежка своих городов, ну извините меня, это странные вещи, да, на самом деле просто невозможное. Тогда что происходит? Это что, случайность? Россия снова уронила полуторатонную бомбу на город в оккупированной Донецкой области. Это, видимо, тогда происходит, пишут об этом, когда уже невозможно отказаться, что это именно российский самолет сбросил бомбу. Полуторатонная бомба на город, и это был Белгород, это были окрестности Белгорода, а теперь вот российская авиация продолжает ронять бомбы на дружественные города по пути в Украину. На этот раз самая тяжелая из имеющихся в арсенале УВВС РФ планирующих бомб ФАБ-1500 весом полторы тонны рухнула на магазин в городе Янакиево в оккупированном Донецкой области, так пишут СМИ. Вышел даже ролик на канале Некста, где видно, что гигантская бомба, пробив крышу, разворотила полмагазина. Если бы она взорвалась, разрушения были бы несоизмеримо больше. На месте падения образовалась бы воронка около 20 метров в диаметре и 6 метров глубиной. Одна такая бомба разрушает несколько зданий. Солдаты называют эти планирующие бомбы исключительно страшными и смертельными. Но вот почему она не разорвалась по плану, который был, это трудно понять. Почему она не разорвалась по плану, эта бомба? Может быть, фитерек какой-то не сработал, кнопочка, друзья. Россия стала в прошлом году переделывать советские бомбы в планирующие, добавляя им раскрывающиеся крылья и спутниковую навигационную систему. Она не просто так падает, у нее навигационная система. Самолеты могут запускать их, находясь за 60-70 километров от линии фронта, после чего снаряды летят до цели. По словам аналитиков, которые близки к Министерству обороны Украины, группы Deep State и украинские военнослужащие, у СБУ практически нет способов эффективно противодействовать планирующим бомбам. Они очень просты. По своей сути, их нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы. От них нельзя спрятаться. Единственный способ – это сбить бомбардировщик, несущий такую бомбу. Сказал так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По данным Минобороны Украины, только с начала этого года российская авиация сбросила на украинские позиции 3500 планирующих бомб. В 16 раз больше, чем за весь 2023 год. Только на третьей неделе марта было выпущено около 700 таких снарядов. Обычно ВВС РФ использует бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые несут 500 и 1500 килограмм взрывчатки соответственно. В конце марта российские самолеты уронили две бомбы в Белгородской области в районе села Безыменно. 28 марта была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-250. Более 140 жителей села были эвакуированы на сутки. Вечером бомбу вывезли и уничтожили. Вторую бомбу ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка, а жителей села эвакуировать не стали. Отказались жители эвакуироваться. В феврале в Белгородской области упала еще одна бомба. И вот упавшая в январе на село Петропавловска Воронежской области взорвалась. Воронежская область взорвалась бомба из своего же российского самолета. Повреждения получили более 100 домов. Школа, дом культуры, здание администрации, 5 легковых автомобилей и трактор пострадал. Ну, как нам сообщили руководство Воронежского села, что только 4 человека пострадали. Это 100 домов и 4 человека пострадали. Вы верите? Я нет. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. 14 апреля 2024 года. Продолжение следует...